Всем привет! С вами команда Razer Russia и сегодня у нас на видео обзоре Razer Ripstick Air Pro. Мы расскажем, что это такое, а профессиональный райдер Егор покажет, что на нем можно сделать. Поехали! Компания Razer первая придумала, что скейт может быть двухколесным и запатентовала его еще в 2007 году. С тех пор индустрии, как и модельный ряд, активно развиваются. Сам скейт назвали просто Ripstick. Теперь же во всем мире название Ripstick стало нарицательным. При этом торговая марка Ripstick принадлежит компании. Правильно также называть такой скейт роллер-серфом. Такое название получилось из двух слов. Серф, потому что само катание похоже на скольжение по волнам, и роллер, потому что на колеса. Существенное отличие Ripstick Air Pro от остальных в том, что колеса не вращаются на 360 градусов, а всегда держатся по ходу движения, благодаря установленным в креплении колес пружин. Это нужно для того, чтобы при прыжке колеса всегда были установлены строго вертикально. Таким образом риск упасть при резких поворотах и прыжках уменьшается. Научиться кататься на рипстике достаточно просто. Обычно через 5-10 минут попыток у каждого получается встать и поехать. Но вот делать трюки гораздо сложнее. Ripstick Air Pro – выбор тех, кто ценит агрессивную езду и выполнение трюков. Он очень прочен и его вес всего 2,4 кг, благодаря чему им проще управлять, делать трюки и легче переносить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Наш обзор подошел к концу. Заходите на наш сайт www.raiserrussia.ru Подписывайтесь на канал, занимайтесь спортом, катайтесь на рипстике. Пока!